Теннисистка Венус Вильямс ответила на обвинение в употреблении допинга с разрешения ВАДА. Её заявление появилось на сайте женской теннисной ассоциации. Ранее, 13 сентября, хакеры обнародовали соответствующие документы о самой Венус и её сестре Сирене. Ну и также о гимнастке Симонии Беллсе и баскетболистке Лене Делледон. И вот теперь Венус признаёт, что употребляла допинг в законных медицинских целях. Но всегда была за повышение уровней честности в спорте. Чем таким болеет Венус, до сих пор неизвестно. Я была очень огорчена, когда сегодня узнала, что мои медицинские сведения были скомпрометированы хакерами. И без разрешения выставлены на обозрение общественности. Я всегда следовала правилам, установленным антидопинговой программой по теннису. В том числе в процессе подачи заявки и получения разрешения на исключение для терапевтического пользования. Случаи, опубликованные в отчёте хакеров, рассматривались анонимной группой независимых докторов в законных медицинских целях. Я всегда была за повышение уровня честности спорта и всегда соблюдала правила. Но Международный Олимпийский комитет не считает сестёр Уильямс и четырёхкратную олимпийскую чемпионку Рио гимнастку Симону Бэйлс нарушителями антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации. То есть, прям так сказано. Спортсмены, употребление которыми запрещенных веществ вскрылось после взлома, имеется в виду хакерская атака, не нарушили никаких антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2016 года. Ни много, ни мало. Напомню, в хакерских документах, которые потом признали подлинными, указывается, что ВАДА выдала разрешение на приём запрещенных веществ сёстрам Уильямс, гимнастке Бэйлс и баскетболистке Елене Делли Дон. Кроме того, Бэйлс и Делли Дон в августе этого года сдали положительные допинг-пробы. Однако при этом не были ни дисквалифицированы, ни наказаны каким-либо другим образом. И вообще даже получили золотые лепестки медали на играх в Рио. Американское антидопинговое агентство осудило хакерскую атаку на ВАДА. В заявлении этой организации говорится, что подобное запугивание невинных спортсменов – это трусливо и подло. Между тем, согласно документам, Сирена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах принимала сейчас послушать только внимательно оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Страшно даже читать, если честно. Все эти вещества являются запрещенными. Но ВАДА якобы разрешил теннисистке использовать их в терапевтических целях. Несмотря на все эти скандалы, Сирена Уильямс выступила с показом собственной линии одежды. В коллекции, кроме одежды, обуви, есть также головные уборы, аксессуары и бижутерия. На первом показе присутствовало множество известных людей. Редактор субтитров А.Семкин Сам показ прошел блестяще. Но о том, принимали ли допинг манекенщицы и гости этого вечера, не сообщается. К другим темам.